Привет, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнер. Сегодня, 3 ноября, представитель МИД Украины Олег Николенко сделал очень важное пояснение к вопросу возвращения России к выполнению зерновой сделки. Он подчеркнул, что Украина не давала Путину никаких гарантий, которые бы выходили за пределы вот тех самых условий, которые были изначально согласованы по поводу зерновой сделки. То есть, иными словами, Украина не гарантирует Путину, что не продолжит уничтожать его оккупационный пиратский флот в Черном море, так как она это и начала делать, когда сначала уничтожила крейсер Москва, потом потопила несколько катеров, потом фактически уничтожила буксир Василий Бех, Ну и вот совсем недавно, несколько дней назад, атаковала с помощью дронов несколько российских военных кораблей, которые, как теперь уже показали, спутники, были как минимум повреждены, и одному из них потребовалась буксировка, по всей видимости, потому что он не мог идти своим ходом. Да, они не были потоплены, но то, что корабль не потоплен, не означает, что его реально можно использовать для боя. Собственно, россияне-то и не используют сейчас свой флот для нанесения ракетных ударов по Украине. Сразу после того, как украинцы атаковали дронами Черноморский флот России в Севастопольской бухте и уничтожили там несколько резервуаров с топливом, мы видим, что даже в рамках так называемого удара возмездия, Россия задействовала исключительно самолеты для нанесения ракетных ударов, но не корабли, не один корабль так и не выстрелил. Он был ракетой, чего раньше не бывало, потому что раньше удары со стороны российского режима всегда были комплексные, с моря, с воздуха и с земли. Это было ответом со стороны Министерства иностранных дел Украины на заявление Путина, который, комментируя возвращение России в зерновую сделку, с кислым лицом сказал, а точнее выдавил из себя, что возвращается Россия только потому, что Украина через президента Турции Реджепа Эрдогана передала России гарантии того, что она не будет использовать зерновую сделку и зерновой коридор и конкретно вот эти гражданские суда с зерном для нанесения атак по Черноморскому флоту России. И, мол, в случае, говорит Путин, если Украина позволит себе выйти за эти рамки, если она, по его логике, продолжит атаковать Черноморский флот, то Россия оставляет за собой право уже полностью и окончательно выйти из зернового соглашения, и после этого, мол, Россия обязуется бесплатно поставить 10 миллионов тонн зерна тем странам, которые нуждаются в этом продукте. Ну, а кто же поверил в эту сказку? Давайте начнем с того, что даже сами россияне, которые активно следят вот за этой историей, в нее не поверили. И если посмотреть то, как именно российские шовинисты, поддерживающие агрессию России против Украины, обсуждают вот это решение Путина о возвращении к зерновой сделке, то вы увидите, что там гнев и сокрушение. Просто-напросто российские имперцы считают произошедшее унижением Путина. Так что, те российские наблюдатели, которые поддерживают войну России против Украины, на самом деле, все прекрасно поняли. Их невозможно обмануть. Тем более, невозможно обмануть нас, внимательных наблюдателей, которые давно говорили, что в действительности у российского режима остается все меньше сил на то, чтобы реально на что-то влиять. Еще 9 месяцев назад Путин грозился взять Киев за 3 дня, большую часть Украины за 2 недели, захватить Одессу и другие черноморские города Украины. Что же с тех пор произошло? Мы знаем, что Украина, не имея фактически военного флота, просто-напросто победила Россию на Черном море. И, во всяком случае, обеспечила безопасность своих черноморских границ, как минимум, на расстоянии до 200 километров. А ровно столько бьет противокорабельное оружие. Так что, россиянам пришлось забыть про всякие десантные операции. Гордость России, так называемый черноморский, хотя на самом деле самый обычный пиратский флот, в течение вот этих 9 месяцев, нес серьезные потери. Одна за другой. Сначала, как я уже и заявил в начале этого ролика, была уничтожена платформа ПВО, а именно крейсер Москва. Затем россиян выкинули из Изминова. Потом уничтожили их вышки, которые Россия захватила еще в 2014 году в Черном море, и с помощью которых она не только газ добывала, но и контролировала море. И, как известно, там были ее рэп, которые и обеспечивали, в том числе, наведение ракет на цели. Ну и кончилось все тем, что теперь Путин, который раньше угрожал Украине захватом чуть ли не до Львова, теперь жалуется на то, что Украина, мол, нарушила соглашение с ним, и что недостаточно много гарантий дала. Но так и быть, говорит он после разговора с президентом Турции Реджепом Эльдоганом. Мы поверим в украинские гарантии, и только поэтому вернемся к соглашению. Но только попробуйте еще раз нарушить его. Только попробуйте еще раз атаковать наш Черноморский флот. Мямлет Владимир Путин. Именно так следует расшифровывать вот это видео, которое, я думаю, уже многие видели, а если нет, то прямо сейчас посмотрите на него. Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредником в прояснении этой ситуации выступили наши турецкие партнеры. И по линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украины... Видео, где Владимир Путин просто-напросто демонстрирует всем своим видом, насколько он унижен и изможден, а также насколько он сам понимает, в какой позор он себя вогнал. Но Путин, выходя из зерновой сделки, по сути дела, что сказал и Украине, и всему миру. Что если Украина продолжит бить Черноморский флот, ну и, в общем, если Запад продолжит поставлять Украине передовые вооружения, то, мол, как минимум Россия больше никогда не вернется в зерновую сделку и, соответственно, будет блокировать суда с зерном. И вот после того, как Путин сказал это устами того же постпреда России в ООН Василия Небензи, что же произошло? А ничего не произошло. В реальности Путин продемонстрировал, что у него нету военных возможностей для того, чтобы остановить зерновой коридор, потому что сюда зерном как шли, так и продолжили идти. И, как мы все знаем, теперь Украина, Турция и представители ООН без России согласовали дальнейшее развитие вот этой зерновой сделки, просто-напросто отодвинув Владимира Путина с его угрозами. Он продолжил размахивать кулачками, но это длилось недолго. И вот тут на сцену выходит президент Турции Реджеп Эрдоган, который еще несколько месяцев назад, когда договорился об организации этой самой зерновой сделки и когда объявил себя посредником, повысил свой международный статус. Статус человека, который стоит над схваткой, который имеет возможность быть арбитром и который по определению выше Владимира Путина. И вот теперь Реджеп Эрдоган уже окончательно застолбил свой статус. Статус на международной арене и статус в отношении Владимира Путина, которого Эрдоган неоднократно унижал за последние месяцы, то заставляя его ждать, когда сам Эрдоган играл в пинг-понг, ну или когда Эрдоган в Самарканде, сидя за одним столом с другими лидерами, оказался на более высоком стуле, в то время как Владимир Путин был отодвинут куда-то подальше, в заднюю часть дивана, где скрючился как несчастный сморчок и заискивающе улыбался. И вот теперь, в очередной раз, когда Эрдоган созвонился с Путиным и, очевидно, привел некие такие аргументы, от которых Путин не мог отказаться, продемонстрировал, насколько у Эрдогана больше реальных политических и, очевидно, военных возможностей, чем у Владимира Путина. А здесь нужно заметить, что диалог между этими двумя лидерами, один из которых главарь преступной банды, а второй все-таки президент относительно демократической страны, мог бы развиваться в рамках абсолютно обычного разговора, где никто никому не угрожает, где один просит другого, ну и тот другой идет на выполнение просьбы, как бы делает должение. Но в реальности мы же прекрасно понимаем, что важны не слова, которые говорятся в телефонных разговорах, а реальные ресурсы. А в чем заключаются эти самые ресурсы? Они заключаются в том, что у Турции ее военно-морской флот многократно сильнее по сравнению с Черноморским флотом. И что нет никаких сомнений, что в случае, если бы Владимир Путин хотя бы попробовал угрожать одному из гражданских судов с зерном, к месту подскочила бы, ну в первую очередь, турецкая флотилия. А там недалеко и до флотилий других стран-членов НАТО. А ведь нужно не забывать, что Турция это вторая по силе армия НАТО. И поэтому, когда президент Турции говорит с Путиным, это не просто президент Турции говорит с Путиным. Это говорит представитель члена НАТО. Это говорит лидер второго по мощи члена Североатлантического альянса. И конечно же, можно вообще было не говорить Путину ничего, а лишь сделать крохотный, поверхностный и едва заметный намек на то, что у Эрдогана его железки намного больше, чем те, что есть у Путина. И поэтому, если уж начнется бряцание этими железками, то у Турции, конечно, это бряцание выйдет куда более звонким. Вот Путин, собственно говоря, и согласился вернуться в зерновую сделку. Потому что он понял, что как в прошлые года и десятилетия, на его понт больше никто не ведется. Потому что все увидели, чего реально стоит его сухопутная армия, его так называемый ВКС и вот тот самый Черноморский флот. А другого у Путина в этом регионе и нет. Хотя бы уже потому, что именно та же самая Турция регулирует численность российского флота в Черном море. И, как известно, Турция с самого начала российского вторжения в Украину просто-напросто перекрыла Россию проливы. И теперь через эти проливы ни одна подводная и ни одна надводная лодка России не пройдет. Таким образом, если Россия теряет какой-то корабль в Черном море, то она, в принципе, не может восполнить соответствующую потерю. И если бы российский Черноморский флот попробовал бы угрожать зерновой сделке, а Турция мешалась бы и начался бы военно-морской конфликт между сторонами, то российский режим мог бы очень легко лишиться всех своих военных кораблей вот в этом вот регионе. Без возможности их восстановления. А следовательно и без возможности продолжать обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру калибрами. И это еще один очень важный момент. Это означает, что теперь Путину следует задуматься о том, а как ему в дальнейшем вести себя вот в этом регионе. Почему? Да просто потому, что Путин оказался в двойном унижении. С одной стороны, его заставили вернуться в зерновую сделку, а потому что ничего другого ему не оставалось. А с другой стороны, он не получил от Украины никаких обещаний насчет того, что в ИСУ никогда не будут больше бить по российскому флоту в этом регионе. Это раньше Владимир Путин мог пригрозить всему миру, потребовав соответствующих уступок и надеясь, что мир услышит эти угрозы и испугается, то теперь весь мир мог убедиться в том, чего реально стоит российская армия. И именно поэтому теперь никто не бежит поддакивать Путину, никто не бежит уговаривать его и никто не спешит выполнять его ультиматумы. А его просто-напросто отодвигают в сторонку и продолжают делать свои дела так, как будто бы и нет никакой России, нет никакого Путина и нет никаких угроз с их стороны. Это демонстрирует, насколько серьезно изменился расклад силы. Спасибо за внимание, друзья. Подпишите петицию в пользу передачи «Украине средств ПВО Патриот». Ссылку на эту петицию на сайте Change.org вы найдете в описании к этому видео. Нас уже более 21 тысячи подписантов. И уже скоро мы отправим через наших американских коллег личные письма Джо Байдену и американским конгрессменам, для того, чтобы те смогли рассмотреть наши прошения. Поддерживайте «Украинскую армию» и при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые я опять же привожу в описании к этому ролику через PayPal, Patreon, банковские счеты и прочие. До новых встреч!